значит сейчас быстренько короткое видео просто люди попросили кого нет про фразовые глаголы фразовые глаголы как с ними бороться и что с ними делать ну вот я начну издалека конечно сам простой метод просто все вы зубрить да вот но я попытаюсь объяснить сам механизм этого чтобы вам не зубрить а понять раз и навсегда я например не зубрил фразы глагол хорошо три метода хочу применить при объяснении это как думает английский ребенок собрать его голова как говорил задорнов и квантовую физику значит ребенок вот когда он растет как он то потом как они-то понимают все эти фразы глагол один и тот же после не уйдет какой-нибудь предлог частица еще что-нибудь да и он совсем меняет свое значение часто на противоположных поэтому как ребенок растет в англии вот он допустим начнем самый простой самый простой предлог а вот по задорному на как задорного говорил что английский произошел от русского то есть вот мы кидаем кверху да видно меня на как я кидаю вот можете поддакивать может иногда восхищаться этого лет как гениально да чтоб мы там это что-то написалось то есть он говорит об значит об да от значит об значит значит она летит всеми вверх да то есть ребенок вот только вырастает и он чем-то ап-ап-ап допустим мама ему говорит в спальне у них на втором этаже да она им говорит каждый день go up или там go upstairs только он слышит ап он понимает значит ап это значит идти вверх да вот а зачем квантовая физика для того чтобы сейчас вы знаете все старые уже как бы опровергают научные данные новые выдвигает тесто теории вот они говорят квантовой физики это уже устарело там что я сижу на столе допустим и давлю на стул да но седу гравитации своего веса не лет не на самом деле да все кажется двигаться стул летит вообще все летят по своим делам а я ответили сел да и не даю ему лететь туда куда он направляется то есть это надо немножко образно такое мышление включить вот как вот тоже есть straw волна частица банто физики то есть частица и волна одновременно да то есть вот это образного мышления то есть мы включаем детство глубокое да образное мышление и вот это уже торма кстати вот это есть образное мышление то есть я почему вот это об значит всегда получается вверх также всегда вверх поэтому любой глагол но например вот я еще про иллюстрирую вот маленький ребенок растет и вот его мама говорит вот видно тарелку да вот он положил одну печеньку да она им говорит положи еще одну вот и так значит он ложит об на это еще одну также вот потом об снова ему все время говорит он накладывает он накладывает это все время а накладывает об у него больше да а пике то есть как бы это всегда у него начинает ассоциироваться что-то больше и лучше все также а выше лучше да поэтому если она ему скажет dress up dress up когда-то там пойдем на хорошо там простое speak up вот он говорит speak стендап то уж понятно а speak up это уже фразовый глагол speak это вообще-то говорить а speak up это значит что-то получится побольше да чтоб было значит говорит погромче я плохо speak up dress up понятно по этой аналогии up это все время вверх это все время позитив это все время путаться увеличение количества значит и пожалуйста увидите у вас уже эта частица он уже понимает к какому глаголу и и не приставь она будет куда его то есть и как у них во всех предложениях конец предложения идет вверх а если тут фраза кончается на об значит любой глагол к чаще на пота что-то туда дресса значит приеденься давно в наших со словарях тысячи слов это все переводят они то ведь все только одно dress говорят и только вот эти вот частицы которые идут после они определяют смысл на вот то есть например listen up значит как уже по-русски да то есть больше побольше побольше на видно там побольше слушай меня не сынок слушай внимательно да второй момент вот если говорить про кванту физику опять все дело в пространстве и в ориентации значит он тоже а ребенок ориентируется когда эти все вот этим in down up да он понимает да он понимает это вниз так же тут вот а вот это вот видно я сейчас да вот тут допустим я беру печеньки на счету будет вверх значит это сейчас она у меня стоит как она от или не стоит а она стоит а поэтому то еще ориентация в пространстве то есть поэтому если мы образно мыслим например они говорят сатап сатап допустим и бизнес это значит так уже все поставить чтобы все было правильно голова вверху здесь уже так уже будет не с это так же а уж чтоб все было как полагается нанече они же любят все all right должно быть значит сатап бизнес значит так все уже поставить расставить ну как по-русски перевели может ну открыть там организовать бизнес да пожалуйста вот вы понимаете на сатапа бизнес значит правильно все поставить этот этот бизнес потом третий момент вот еще такой вот на эту тарелку она уже в бески сейчас вот они там появляется дав на камере да вот видите что-то я снизу вам вот выношу допустим я буду там спятал под столом не начинает поднимать это называется bring it up значит bring up bring это носить что-то да а когда bring up опять же такое еще значение что бы оно тоже поднялось кверху чтобы стало всем видно то есть например глагол что вот я это подниму эту тему на нашем следующем встрече например да или вот либо мне саталет ты на следующей встрече подними эту тему а нас католик bring it up значит bring up тему какую-то как там переведем по-русски то есть вот мы ее так поднимаем то есть мы ее ну как по-русски говорят подними эту тему то есть ребят ну русский то значит да раскрой да то есть вот ну да так и есть поднимите ему да bring it up то есть затем break up например глагол тоже вот например еще у слова а у этой приставки от какие значения когда они что-то ломают да считается что как бы вверх вот так идет движение вверх вот так вот так ап вот так да вот ап когда что-то ломаете тоже ребенок это видит все время вот так ап ему говорят bring it up значит сломать вот так поэтому у них уже если идет глагол допустим допустим но break up тоже фразовый глагол применяет допустим что какая-нибудь пара друзей они друг с другом рассорились значит они broken up но получается было вот как или там муж и жена одна печенька да как по-русски говоря если они посторить значит they broken up значит они вот так развалились таким движением то есть опять же ап потом еще идет fill up например где у меня бутылка нет бутылки тормоз тут стоит значит если он не полной воды да мама говорит ребенку fill it up значит fill up значит да долить налить туда чтобы все время все вверх вот я пытаюсь вам объяснить то есть везде куда ап представляется нужно образом образы как себе и все это да и тогда не надо зубрить понимаете вы саму частицу когда поняли на в любом случае вам пригодится также автош даже говорите где-то и не только и например они говорят а м файдок фида кормить если в страдательном злоге да то я наелся а значит вот до сюда я наелся а м файдок значит что мне уже так все надоело да я уже сыт по горло да я стыд по горло когда в страдательном злоге файдок то есть видите то есть я к чему что уже сейчас заканчиваем сколько там минут не видно восемь все заканчиваем видео то есть вы берете эту частичку будем пройти сейчас когда говорить да мы будем их и так озвучивать показывать вы когда будет частичку то понимать как вам потом эти все фразы будут сразу ясны какой глагол ему не представь об сейчас понятно да счетов значит счет заткните да окей бай бай